Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание Святого Апостола от Павла к Ефесянам, 6 глава, 5 и 8 стих. По 8. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимым только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободным. Я хочу подчеркнуть слово, редко встречается в Писании, с человекоугодничеством. Если об этом апостол Павел говорил, значит, этот вопрос стоял. начальник ведет себя не так. Вот у нас были такие жители здесь, их нет уже. Как посторонние заезжают, бегают перед ними. Как только их нету, неверующие, пьяницы, матерятся. Батюшка рядом пройдет, даже не поздоровается. Человекоугодничество, оно крайне опасно, разлагает личность человека. Но вы не угодничаете, что архиерея приезжает, как это его чин. А там человек имеет какую-то выгоду. Мы сейчас будем читать дальше. Богатый, значит, его место повыше, а который бедняк по рогу пусть стоит. Вот это человекоугодничество прививается в семье. Научитесь перешагивать через это. Если родители где-то к кому-то относятся плохо, а дети, они подражают родителям, ты отвечаешь уже за двоих. А этот растет семья будет, и с поколения в поколение это пойдет. Я говорю по событиям, которые были у нас здесь неделю назад, конкретно. К августинам 3.22.25. Рабы, во всем повинуйтесь господам в вашем по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Для Господа. Рабы, там поминают это у нас на работе, начальник, как к нему нужно относиться. Вот идет, вот в три руки работают, ушел, сели, сидят. Ты делаешь это для Господа. Под нас подыскивались священники. Остановились в одном месте. А мы знаем, что вы тоже нарушаете каноны. И какой же... Ну вот у вас большие поездки были, вы же ходили на двор. А написано, пойдешь застан, выйди, возьми лопатку и зарывай испражнение. Я считаю, что это... И что? Ну... Как выполнили? У нас специальная лопатка была. В щехле даже я с ней сфотографировался. А почему? Написано, рассуждать не надо. Не потому, что это плохо, а потому, что дальше написано, среди вас ходит Господь. Не просто человек ходит и наступит. Господь ходит и все отпало. Жена непослушная. Все время приходится в напряге быть. Делает самостоятельно. Он и не нужен ей муж. И дальше мир установить необходимо. Причина какая? Дабы не было препятствий в молитвах. Все упирается в наше отношение к Господу. Как? Вот эти мирские люди они понимают. Мы несколько исторических моментов сейчас прочитаем. А вы хорошенько запомните их. Книга Бытие. 34, 5. 34 глава, 5. Иаков слышал, что сын Еморов обесчистил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И счастье их. И вышел Еморов отец Сихемов к Иакову поговорить с ним. Вот так. Она пошла. Зачем она пошла на трансплощадку по нашему сказать? Княжеский сын положил на нее глаз, как говорят, понравилось. Пригласил посмотреть. А дальше сделал насилие. Ко мне также приходит одна и говорит, что она любит музыку. Член нашей общины там была даже. А вышла она уже другой оттуда. Несколько человек. Что теперь делать? Отец очень грозный. Убийство будет? Да, будет. Поэтому с кем бы я ни разговаривал, я разговариваю в день примерно 100 человек. Так в среднем у меня идет. В конце каждому говорю, не садись в чужую машину. Раз. И в чужой дом никогда не заходи. Если у вас несколько человек будет, тогда подумайте. В Москве только. Я пошел, гляжу список потерянных людей около милиции. Доска такая показывает. Я говорю, неужели столько потерялось? Он говорит, это счастье свежее. В одной Москве 7 тысяч человек потерялось. Полностью, без следа исчезают люди. А только новые органы продают где-то в загранице. Спасения никакого нет. А почему ты пошел туда? Спросить мы его не можем. А если бы слушались родители, без отца, без матери, из дома не вышли, три поклона, отец благослови. Было бы совершенно по-другому. Я был в Америке и видел, как еврейские девушки. Они, как вот ласточки, вылетят на той стороне. Пробежали, никого нету. В Тиргизии меньше 5-6 не ходят. Опять выскочили, через улицу пробежали. У них бывала длинная ограда такая. Больше их нигде нету. Наша идет и голосует. С вокзала вышло. 12 ночи. Такси подъезжает. Домой не приехала. Утром нашли на кладбище на Булыге, на Барнавиле. Что вы делаете? Ты не властен своей жизнью распоряжаться. Она тебе не принадлежит. А чего особенного? Ты рассуждать научись. Так сказал Господь. По воле Божией да будет. И вот здесь мы видим, не будьте как человеку угодники. Люди поступают и я пойду. Зачем краситься? Вопрос маленький такой. А сколько на это тратиться? Душить себя надо. Слово душить. Такое пахло по-другому. А зачем? Самый отвратительный запах – это запах греха. Для одних запах от нас тоже идет. Смертоносный для грешника и живительный для жизни. Вот если тебе Бог это открывает, ты сразу рассуждай так. Ты мужчина или женщина? Да так. А сейчас учат как в школе. Мальчик, чтобы точно не знал, мальчик он или нет. А дальше делает всякие операции из мальчика. Ну никто. Его нет. Бог тебя сотворил. У мужчины борода растет в определенное время. Зачем? Придумали бритвы. Заходят в парикмахерскую, убирают в город. На кого теперь похож? Это гомосексуалисты придумали. Протокоп по вакууму четко сказал, что это блудодейная ересь. Вот здесь написано, дочь Дина была обесчищена. И что? Отец пришел. Сын мой очень полюбил твою дочь. Давайте так, породимся, все будет вместе. Вы наши вечерей берите, а мы ваших и так будем. Они не знают, что уже избранный народ не может этого делать. И случилось ужасное. Они сказали, да, мы согласны, только чтобы все обрезались. Мы обрезанные. Они не могут объяснить, для чего это. Но это операция. И они согласились все. Вышли к народу, а народ этого сына любил, княжеского. И весь народ обрезался. Особенно болезненно, видимо, на третий день. На третий день они нажили руки и в город. И вырезали весь город. Ну, по-нашему сказать, это все-таки братят не один, не два, а двенадцать. Вырезали город. Что дальше было? Скорее отсюда сматывайте, как говорят. Он говорит, народ узнает, и мы пропали тогда. И пошло. И что? Она была обесчищенная. Поэтому девственница говорит, она честная, как угодно называют. А она была обесчищена. Считаем. Вторая царствия, десятая глава, четвертого стиха. Вторая царствия, десятая глава, четвертого стиха. Мы хотим узнать, что нам Бог говорит по этому, а не то, что плохо. Да и так понятно, не хорошо. Вторая царствия, десятая глава, четвертый, пятый стих. И взял анон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды, их наполовину до чресел, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчищены. Дальше начинается, поняли, что сделали не то. Умер царств, с которым хорошо относился Давид, а теперь молодой сын, он решил высказать сочувствие. Такое бывает. Убили Кеннеди от Советского Союза с Микояном, туда группа вылетела, но он не знал, что будет. Когда в храме Матфея апостола склонили колено, он кому не стоит, озирается, а один стоит и не знает, что теперь делать. Все знает, а тут он не знает, что в храме надо. И тоже поклонился, на колени встал. Тогда это было так чудно смотреть в Центральном комитете партии. Коммунист приехал в Америку и теперь стоит на коленях молится. И вот здесь были очень обесчищены. Не бороды обрезал половина, а написано обрил. Так не бред, бред то, что соприкасается с телом. Значит, вот так вот, полбороды. И написано, Давиду сразу доложили. А это Давид послал. Что ж они наделали? Ну, ладно, бывает, отрастет. Нет. Идите в город проклятия, чтобы вас никто не видел. Ерехон. И там сидите, что делать будет ваше дело. И как только борода в городе вырастет, а тогда домой придете. Я думаю, каждый день, наверное, мерили. У каждого дома остался работа, дети, жена. Когда послали это посольство, вон на высоте мгновенно. И те поняли, что они просчитались. Наняли сразу соседних царей, собрались вместе. И была война. Но их разбили. Погибло 700 колесниц, по-современному это танки. Тигр там какие-то пантеры. И 40 тысяч всадников только убито было. Из-за бороды. Значит, там была Дина обесчищена, а здесь очень обесчищена. Ни одной буквы в Библии нет лишней. То есть, это хуже самоизнасилования. А у нас нужды никакой нет. Вот праздник у нас. Приезжают люди. Безбородые. Ну, корреспонденты были в милиции. Заранее им сказали. Оглашение изведите. Значит, должны быть. А эти стоят. Почему? Потому что они со священником. Он их знает. Они долго готовились. По форме рубашки, говорят, купили. Но никто не знал дальше, что будет-то. Дальше-то просто по сегодняшний день еще вот так все кипит. Им сказали. Мы их не знаем. Бриты стоят. Кто? Меня не познакомили. Что знакомить, когда бриты не положено быть? По стихии мира поступают люди. И мир любит свое. И они говорят по-мерзски. Люди-то хорошие. Не пьяницы. Им потихоньку сказали. Выйти надо. Они вышли. Вышли, а там рассуждают. Мы же там причащаемся. Мы ходим. А почему у нас? У батюшки было здесь. Приехал журналист. Журналист из Москвы. Макаров Сергей Сергеевич. И когда встали молиться. У батюшки наверху. Батюшка говорит. Сейчас оглашенный язык. Как оглашенный? Я же причащаюсь. Я крестные ходы хожу. Батюшка говорит. Ну положим. У тебя нет бумаги. Он подтверждающая это. Ох, бюрократ же ты, батюшка. Ну, подчинился. Ну, ладно. Ну, написано. Он поставил стражем. Эти люди вышли. На что потеряли-то? Ничего не потеряли, потом зашли. Нет. Вот такая обида. Я думал, как оповестить вот это все. Я этим все ходил, размышлял на работе. И Господь мне открыл. Да посмотрите вот это. Когда говорят по мирски, слушай ты. Звонки сейчас идут. Да как можно было? Зачем нас осуждать? У нас правила эти есть. Я их выполняю. Как староста. Как наблюдатель. Как имеющий прямое отношение к этому. Борода это половой признак. Показывать мужчина или женщина. Это первое. Во-вторых, покорность Богу. Смотрите, что это за бороды получилось. Очень обесчищено. А дочь была только обесчищена. Это усиливающее слово. Очень. И поэтому. Друзья ли ваши, кто приходит. Единоверцы. Вы им скажите. Порядок один. Ни под каким. Ни усы не подбревает. Как мусульмане делают. Все это не то. Ну а вот к вам бы президент приехал. Как? Ну как. Был бы здесь соглашение. Идите. А он не пошел бы. Вывели. Под руки белые. И все. А если папа римский. Вон бритый. С этим разговаривать не стали бы. Сразу выберем. Почему? Бог выше. А все остальное сейчас. Не с человекоугодники будьте. Вот мы сейчас про это прочитали. Павел уже тогда заботился. Не будьте с человекоугодники. А вот он такой-то. Тогда так-то. А вот считаем мы. Псалом 11.3.4. Ложь говорит каждый своему ближнему. Устальстивый. Говорят от сердца притворного. Истребит Господь все устальстивые. Язык велеречивый. Истребит Господь. Сегодня да. Говорит он так красноречиво. Он не за правду борется. А за человекоугодничество. Здесь разницы никакой не будет. А если здесь зашла такая женщина. Там губернатор накрашенная. Она не зайдет сюда. А в брюках. Там на улице переоденутся. Ко мне в лагерь приехали. Помпрокурора с района. Милиция. Полиция. Допрашивает там. А ребенке мать нажалась. Они разбеденные. И обвинение какое. Они делают гимнастику на траве. Но как в воздухе мы не можем стоять. Ну и кончилось с чем. То что она приехала в брюках. Я говорю заходить нельзя. Ну хорошо. Видимо предупредили. Ну вы же начальник. Мы быстренько юбку вытащили. Она наделана. И какие отзывы почти. Да как она прилично выглядит. Какая женственность сразу появилась. И это в интернете выставлено. Мы ничего не сказали больше. Другая приезжает. И тоже та же как одетая. С документами. Надо посмотреть. Вот там и как. По-другому. Я вас запущу одеть сначала. Это нужно. Документы оставьте здесь. А тут зайдете посмотрите. Отобедайте с вами. Она никак не хотела. А потом положила документы. И зашла. Вам нужно отчет дать. Скажите. В каждую кельди зайдете. Посмотрите. Не человека угодничайте. Ах она начальница. Поэтому проще. Это устав. Устав принятый в собрании. И утвержденный. И основанный на Священном Писании. Притча Соломона 6.24. Мы находим, что Дух Святой смотрит. Главное. Не судите никак преждевремени. Вот начинает от Анапима. Святые. Кононизирует. Первая Коринфия. Там 4.5. Не судите никак. То есть. Не туда и не сюда. Мы не знаем. Доколе не придет Господь. И не осветит сокрытое во мраке. И тогда похвала будет каждому. Тогда. Не сегодня. И он откроет. Человек даже это делал. Ну и люди рассуждают. Вот верующий умер. Житья святых. Весь город в трауре. А Святой заходит туда как сесой. И спрашивает. Что? Ой, тут праведник. Сто лет один такой рождается. Какой праведник был? Он зашел и видит. Стоит рядом с Сатана. И бьет трезубцем. И вытаскивает из него душу. Никто этого не видел. Только один. И мнение людей никакого значения не имеет. Это Святому было открыто. Поэтому не судите никак преждевремени. Данное нам правило мы должны соблюдать, радуясь Богу, что мы православные. Но на первом месте мы христиане. Притча 6.24. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Льстивый язык. Он обманывает. Он льстит. Ласковые слова говорит. А на самом деле все это ложь, чтобы завлечь в грех. 26.28. Лживый язык ненавидит уязвляемых им. И льстивые уста готовят падение. И тогда уже это было все известно. Никому не льстите. Закон. Вот здесь были корреспонденты. Он к нам приезжает 32 года. Хороший человек. Фотографии привез. Я только сказал вам вопросов. Он выступал, здесь говорил. Его возвысил Господь из Мамонтова. Затребовала края, потом Москва. Там и слушать. И он хоть раз обиделся никак. Не положено какой разговор. Он принимает это с радостью. Вот возьмите с него пример. 2 Петра 2.3. Апостол Петра 2.3. И из любостержания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов. И погибель их не дремлет. Они знают. Уловлять и похвалили. Ты такой хороший. Тебя все ладно. А ты сразу скажи. У нас это не положено. Он курит. На везде надписи. На территории деревни курить запрещается. Но он начальник. Устав выше всего. Он есть. И мы должны его соблюдать. Я там на улице еще больше скажу вам. Из Икииля. 3.20. 3.20. 3.20. 3.20. 2.20. 3.20. 3.20. Да. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнил. Не, не. Припомнятся ему праведные дела его. Какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Значит, нужно насторожить своей души. Не припомниться. Доброе дело делал. Жертвовал. Жил в мире. Отступил где-то. Последний день. Сейчас. И кто еще умрет. Как так? А почему мы не удивляемся, когда всю жизнь грабил, убивал и последний раз только сказал, помень меня, Господи, уже в раю. Господи. Вот еще где надо. И далее. 18 глава. 22 стих. 24. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправильно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен он умрет. И еще прочитаем большое место. Якоб. 2 глава. 1 стих. Не каждый день мы считаем такие большие отрывки. А вот пришли услышать не слово человеческое, а Божие. Иаков так прожигает, что самый главный, кто протестантизм основывал, Мартин Люкер. Он выбросил эту книгу. Настолько она с ним не сходится, он просто вычислил и нету. Как один из статей канонических книг всегда передают Библию, мне здесь нет их вообще. Итак, Иакоба 2 глава с 1 по 12 стих. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет также и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его, а вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете следствие приятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». «Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Почему он пишет об этом? Значит, это было богатому подсчет. Серарко говорит, заговорил богатый, превознеси до небес, до облаков. Заговорил бедный, один вопрос. Кто это такой? Ведь это по сегодняшнему. Меня оболгали. Я в суд подал. 47 раз так в одной статье ложь сказали. И выиграл в суд. А платят 6500 рублей. На мэрии города сказали, что у него там большие дома. И они могли доказать, что в Германии есть. Сколько? 250 тысяч. Ему. То есть его даже меньше. Да и, ну что сказали, там есть дача или нет дачи. 250 тысяч. Это не просто так. В Англии напечатали однажды, когда Григория Ефимовича Араспутина в дом Юсупова заманили. Сказали, он склонен к балке, он же не вроде хорошо. И фильм поставили советский. А они еще старики, 80 с лишним лет. И они доказали, нас в городе не было в это время. Она была в Москве. И присудили по нашим дьякам невероятное. 10 миллионов. Речь идет о евро тогдашнем. Почему? Она доказала. А он сказал, я бы тобой любовница была. Надо быть осторожен со своими словами. Раз. И второе помнить суд Божий. Я слышал, но не знаю, так это или не так сказать. Исайя 13, 16. 13, 14 и 16. Это касается нас. «Тогда каждый, как последуемо серно, и как преследуемо серно, и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Но кто попадется, будет пронзен, и кого схватит, тот падет от меча. И младенцы их будут разбиты пред глазами, и домы их будут разграблены, и жены их обесчищены». У нас свои люди есть, которые уехали далеко за границу, и оттуда поносят и страну, и президента, и всех подряд. А, которые люди совершенно ничего не знают, мятежники, они их восхваляют, то есть кто-нибудь под язык положили, все не работает, но что-то живут. «Сохрани вас Бог», написано, «каждый побежит к своему народу». Это впереди еще. Сегодня уехали, завтра будете искать ту страну, которую сегодня поносят. В России есть то, чего ни у кого нет. В государственной религии когда-то было православием. И поэтому сегодня мы можем иметь труды святых отцов, переведенные на русский язык. Захария 14.2 «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Господь рассматривает каждого человека. Если мы научимся жить в Духе Святом, то конкретно, ты знаешь это? Нет. Не прислоняйся к другим мятежникам. Сегодня многое, что хотят сделать. Надоело мирно жить? И вот идут люди, мятеж называется, а нам жизнь тихую и безмятежную. Чтобы не было. И те, которые смутно наводят, ну-ка, помаленьку их подбирают где-то. Никогда, нигде не соглашайтесь. Там пойти на митинги и проще. Ты благодари Бога. Как относится к правителям? Ответ один. Нам дано право молиться за них. А что будет? Какой результат? Не знаю. Быть верным Богу, в общем-то, не так и трудно, если слушать, что Бог нам сказал. Не льстить и не поносить. Имя Господне да прославится в жизни нашей. Хвала ему за все веки. Аминь.